Добрый день, приехал на осмотр Kia Seltos, пробег 48 580 километров, цвет черный, турбодизель, привод передний, год у нас 20, в целом автомобиль в хорошем состоянии, есть два окраса, вот можно сказать в целом косметических, но давайте приступим к осмотру лакокрасного покрытия. Так, капот в заводском окрасе, автомобиль у нас под дождем стоял, так, крыло переднее как раз у нас окрашено, шпаклевки, следов шпаклевки каких-то серьезных более-менее я не обнаружил, есть небольшие царапинки на крыле, спереди вот была притертость, тоже легкие царапинки. Не знаю, не особо хорошо видно сейчас, вот здесь вот притертость, ну и легкие царапинки, вот здесь вот на бампере видно, вот что-то притерли, слегка немного здесь содрали краску, вот, ну в принципе критичного, страшного ничего в этом нет. Пластик на арке без повреждений, белые пятна это скорее всего полировальная паста, вот я думаю, все можно это оттереть. Тут на пластике есть небольшие тоже легкие царапинки, в принципе не критично абсолютно. Так, резина спереди с небольшим остатком протектора, износ резины равномерный, по диску все отлично, повреждений нет, износ тормозных дисков небольшой, остаток по колодкам, спереди у нас хороший, остаток хороший. Оптика головная без повреждений, так, по бамперу в целом все нормально, тоже здесь небольшие царапинки есть. Оптика снизу, накладки в порядке, по передней части все хорошо, есть радар парктроники, решетка радиатора также без нареканий, оптика с этой стороны также без повреждений. По бамперу здесь тоже есть легкие поверхностные царапинки, этой стороной тоже что-то притерли, здесь, не знаю, на камеру не особо видно. Вот здесь вот видны поверхностные царапины, ну и на пластике немного есть тоже, но опять-таки страшного ничего нет. Так, снизу все в порядке, пластик целый. Так, капот полностью в заводском окрасе, крыло переднее правое также у нас полностью в заводском окрасе. По пластику все хорошо, резина в таком же состоянии, как с противоположной стороны, износ резин равномерный, подиску есть царапины по краю небольшие. Вот здесь, здесь немного тоже по краю есть, вот, ну страшного критичного ничего в принципе нет. Вот, здесь небольшие тоже царапинки. Так, в целом все нормально, износ тормозных дисков остаток по колодкам аналогичен противоположной стороне. Так, здесь у нас пластик, крыша. В заводском окрасе верхняя часть багажника также у нас в заводском окрасе стойка левая также, точнее правая также полностью в заводском окрасе. На крыше у нас имеются рейлинги, зеркало с этой стороны без каких-либо серьезных повреждений. Здесь все отлично, да, повреждений никаких нет, датчики слепых зон в автомобиле присутствуют. Дверь передняя пассажирская также у нас полностью в заводском окрасе, ручка в отличном состоянии. Так как автомобиль весь в капельках, возможно есть какие-то мелкие подкрасы, мелкие какие-то подкрасы с коликов, вот. В таких условиях можно не заметить, вот. Ну, даже если есть, в принципе, это вполне естественно, вполне нормально, страшного ничего в этом нет. Накладки на дверях тоже в порядке, есть тоже небольшие легкие поверхностные царапины на пластике. Здесь вот немного, ну, что-то тоже слегка притирали. Так, пластиковый порог целый, по нижней части порога никаких повреждений нет, все отлично. Задняя дверь у нас окрашивалась, немного есть шпаклевки у нас. Так, в этой части никаких критичных повреждений не было, стандартные повреждения, слегка что-то тоже задели вот этой вот кромкой, ребром. Ну, и пришлось отремонтировать. Вот, в остальном здесь больше никакой шпаклевки нет, небольшое пятно в этой части. В принципе, абсолютно тоже не критично. По проему. Проем у нас спереди в заводском окрасе. Центральная стойка также полностью у нас в заводском окрасе. В ремонтах работ здесь не производилось. Так, ну и сзади проем у нас... Сзади проем также полностью в заводском окрасе. Здесь тоже никаких ремонтах работ не производилось. Соответственно, никаких серьезных повреждений не было. Изнутри дверь без повреждений, краска целая. Заводской герметик тоже целый. Вот, никаких серьезных повреждений абсолютно с дверью не происходило. Буквально что-то задели. Вот, ну и пришлось отремонтировать. В целом, сделано, насколько можно видеть, мне в таких условиях, на мой взгляд, неплохо. По шагрени похоже. Вот, ну, черный цвет практически не отличается. Вот, ну, по шагрени, в принципе, похоже. Так, в целом, выглядит неплохо ремонт. Так, крыло заднее у нас полностью в заводском окрасе. Пластик на арке здесь тоже в порядке. Тоже есть небольшие белесости. Ну, критичного, опять-таки, ничего в этом нет. Резина сзади со средним остатком протектора. Износ резины равномерный. Остаток чуть больше, чем спереди. По диску тоже все хорошо. Повреждений здесь нет. Износ тормозных дисков небольшой сзади. Остаток по колодкам сзади. Не особо видно. Вот, ну, тоже, по-моему, хороший. Так, оптика задняя без повреждений. Бампер также в порядке. Закладки пластиковые тоже целые. Диффузор без повреждений. Задняя часть бампера также в порядке. Отражатели целые. Так, с этой стороны тоже все хорошо. Накладки в порядке. По бамперу тоже порядок. Тоже белесости небольшие. Отражатели целые. Бампер с этой стороны целый. Оптика без повреждений. Стекло заднее без трещин, без сколов. Шильдики все у нас в порядке на месте. Сзади есть камера парктроники. Так, ну и багажник у нас верхняя часть в заводском окрасе. Нижняя часть также у нас полностью имеет родной заводской окрас. Верхняя часть багажника тоже полностью в заводском окрасе. Крыша также у нас полностью имеет родной заводской окрас. рейлинги также на месте все в порядке стойка слева также полностью в заводском окрасе крыло заднее левое также у нас полностью имеет родной заводской окрас пластик на арке здесь тоже в порядке резина у нас так по моему резина здесь как будто бы чуть больше остаток чем с противоположной стороны majesty это у нас пуха так проверим с другой стороны резину здесь тоже majesty мужика вот но здесь возможно одну резину меняли мне или возможно мне кажется из-за того что резина мокрая здесь вот как будто с этой стороны остаток протектора чуть больше вот ну совсем ненамного принципе можно сказать что резина в таком практически состоянии износ резина равномерный подвижку есть небольшая царапина здесь вот снизу тоже есть немного царапин вот но опять-таки ничего критичного в этом нет износ тормозных дисков также небольшой и остаток по колодкам до статок сзади тоже хороший так дверь задняя также в заводском окрасе ручка целая накладки пластиковые на двери тоже в порядке пластиковый порог также целый здесь у нас тоже есть небольшие притертости легкие это тоже мелочи по нижней части повреждений никаких нет дверь водительская также полностью заводском окрасе ручка в отличном состоянии на двери тоже есть небольшие легкие парочка мелких царапинок вот это что-то по моему на липла небольшой колик здесь имеется ну в целом принципе все отлично так проем с этой стороны также у нас в заводском окрасе полностью здесь с этой стороны также никаких ремонтах работ не производилась центральная стойка также у нас полностью в заводском окрасе и проем водительской двери также у нас полностью в родном заводском окрасе здесь также никаких ремонтах работ не производилась зеркало здесь также в полном порядке повреждений нет то какие-то легкие тут . это мелочь тоже лобовое стекло без встречи без сколов в целом по кузову автомобиль хорошем состоянии два окраса крыло передняя и дверь задняя на двери есть немного шпаклевки но критичных повреждений никаких не было целом можно считать что у нас два косметических окраса вот никаких серьезных происшествий с автомобилем не было по кузову все осмотр заглянем салон без ключевой доступ кнопки есть салон у нас черный кожаный хорошем состоянии карта водительской двери без повреждений стеклоподъемник автоматически у водителя ничего не заедает не залипает электропривод зеркал отлично работает ручка не западает дверь без повреждений по проему тоже повреждений нет пошли до автомобиль двадцатого года сиденье водительское хорошем состоянии дырок трещин порезов затертости тоже никаких здесь нет следение с электрорегулировками все регулировки отлично работают во всех направлениях также у нас есть поясничная поддержка по сиденью полупорядок давайте теперь произведем запуск запуск отличный проблем запуск никаких не возникает приборная панель аналога центре у нас имеется большой цветной дисплей повреждений по приборной панели никаких нет в отличном состоянии не затерто без трещин без царапин выглядит все отлично элемент управления на рулевом колесе отлично функционирует ничего не затерто адаптивный круиз-контроль подруливание в полосе датчик дождя датчик света переключатель функционирует без проблем автоматический дальний свет вот здесь в принципе полный порядок поворотники работают все отлично вент отверстия не сломано регулировка яркости подсветки работает тоже отлично корректор фар включение системы старт стоп это у нас включение отключения проекционного дисплея при нажатии он задвигается при повторном нажатии можно его опять выдвинуть проекционный дисплей отлично функционирует проблем здесь никаких уже нет так ассистент по полосам и отключение стабилизации так монитор мультимедийный сенсорные по сенсору никаких нареканий нет монитор большой функционирует отлично элемент управления мультимедийной системы также отлично функционирует все переключается отлично без каких-либо проблем так проверим звук переключение треков работает звук отличный проблем со звуком никаких нет вот ну и второе кололи колесико регулировок также у нас отлично функционирует по мультимедийной системе полный порядок центральный вент отверстие также не сломано кнопка аварийки работает клаксон тоже отлично функционирует отделку полный порядок повреждений никаких нет кнопка старт стоп не затерта здесь также у нас отделка в отличном состоянии снизу также все в полном порядке климат-контроль однозонный регулировки температур работают отлично интенсивность обдува кондиционирование функция чистки воздуха циркуляция направление обдува обогрев заднего обдув лобового стекла отключение также есть автоматический режим в трех вариантах вот ничего не заедает не западает все отлично функционирует без каких-либо проблем по климату тоже нареканий нет есть ниши беспроводной зарядки и usb розетка 12 вольт розетка и apple как play через usb селектор также мы в отличном состоянии без повреждений выбор режимов вождения здесь у нас получается спорт эко-нормал при нажатии можно выбрать при нажатии на джойстик можно выбрать тип дорожного покрытия снег грязь и песок здесь тоже все отлично все переключается переключатель в полном порядке трехуровневый обогрев обдув передних сидений включение камеры включение обогрева руля помощь при спуске включение отключения парктрониках еще нажимается не заедает это у нас защитная наклейка заводская осталась электросостояночный тормс автохолд это у нас просто загрязнение что-то липкое это я думаю легко влажно тряпочка ототрется такой ключ есть функция дистанционного запуска двигателя ну и у дилера обязательно нужно поинтересоваться насчет наличия второго ключа подлокотник в отличном состоянии без повреждений механизм подлокотника в полном порядке это у нас наклейка тоже заводская осталась с тех времен когда автомобиль был новый так потолок светлый чистые в отличном состоянии без повреждений подсветка сзади работает спереди тоже солнцезащитные козырьки в порядке зеркальце целая подсветка работает с этой стороны тоже все отлично нареканий никаких нет зеркало с автозатемнение двухканальный видеорегистратор есть по торпеда повреждения нет верхняя часть торпеда у нас в отличном состоянии никаких абсолютно нареканий повреждений нет проекция уже показывал отлично функционирует трансмиссия не пинается никаких рывков пинков тычков при переключениях нет посторонних шумов повышенных вибраций хрустов при переключениях также никаких нет транспорта трансмиссия работает абсолютно адекватно камера заднего хода с динамическими полосами для удобства парковки работает отлично парктроники тоже отлично функционирует передний патрук парктроники тоже слышно отлично функционирует полный порядок по рулевому управлению стуков нет ничего не закусывает руль крутится с равномерным усилием никаких посторонних звуков при рулении также не наблюдается дворники работают задний дворник тоже отлично функционирует здесь в полном порядке так ну и давайте теперь осмотрим салон сзади карта двери сзади в отличном состоянии без каких-либо повреждений двухуровневый обогрев сидений стеклоподъемник работает ручка не заедает дверь без повреждений проем также у нас полом порядке сиденья с этой стороны у нас в отличном состоянии дырок трещин никаких затертостей нет есть подлокотник с двумя подстаканниками механизм в порядке прошу прощения центральный вент отверстие не сломанная usb розетка небольшое пространство также наклейка осталась защитная заводская оттуда кисточку вовсе не промокаемые спинка в отличном состоянии потолок также чистый без повреждений смотрим багажное отделение болты багажника не кручены багажник на автомобиле не менялся багажнике чисто аккуратно подсветка работает пластик в порядке здесь образ обратной стороны пластик тоже отличном состоянии притертость небольшая это все мелочи у нас днище днище полном порядке повреждений никаких нет все в заводском исполнении герметик заводской на месте есть буксировочная проушина отвертка и ремкомплект от проколов коробка от навигатора и знак аварийной остановки в общем стандартный набор присутствует по багажнику все в целом хорошо какие-то вот здесь вот пятнышки имеются небольшие но это тоже вполне естественно вполне нормально страшно ничего в этом нет так вот днищу днища у нас частично покрыта антикором вот заводской герметик на своих местах сварные точки лонжероны без повреждений выхлопная система вартических состояний порядке сзади все в заводском исполнении никаких ударов сзади не было никаких ремонтах работ не производилась днище без следов коррозии в отличном состоянии подлещем по днищу полный порядок по багажнику тоже все отлично так карта двери у нас с этой стороны также полном порядке повреждений какие небольшие вот здесь вот затертости как бы это мелочи так ручка не заедает также двухуровневый обогрев сидений под стеклоподъемник работает дверь без повреждений проем тоже у нас порядке сиденье с этой стороны в отличном состоянии никаких дырок трещин порезов здесь также нет коврики в отличном состоянии пластик целый спинка также полном порядке передняя карта пассажирской двери также у нас в отличном состоянии тоже никаких серьезных повреждений нет значимых ручка не заедает стеклоподъемник работает дверь без повреждений также никаких повреждений нет сиденье с этой стороны в отличном состоянии без дырок без трещин без затертости здесь все полном порядке тоже сиденье с электрорегулировками регулировки отлично работают во всех направлениях по пластику все отлично также наклейка защитная заводская коврики в отличном состоянии пластик целый вент отверстие с этой стороны не сломано бардачок тоже в порядке какие-то легкие тут притертости парочка тоже мелочи ничего критичного механизм но бардачка у нас отлично функционирует здесь принципе порядок целом по салону все хорошо давайте теперь осмотрим подкапотное пространство болты капота не кручены капот на автомобиле не менялся болты крыла не тронуты крыло здесь также не менялась заводской герметик сварной точки на своих местах силовые элементы кузова без повреждений по лонжерону никаких намеков на ремонт или повреждений нет болты капота с этой стороны также не кручены капот как я и сказал не менялся болты крыла с этой стороны тоже не тронуты крыло с этой стороны также не менялась на заводской герметик сварной точки на своих местах силовые элементы кузова также в домом порядке без каких-либо повреждений ну и по лонжерону здесь будет все отлично никаких намеков на ремонт или повреждений нет двигатель работает ровно стуков никаких нет двигатель сухой печи за потилание из-под смартфонной крышки не наблюдается печи масла никаких нет в червизии сухой вся из-под смартфонной крышки нет двигателя никаких птичьих масла нет коробина сухая никаких птичьих запотеваний По турбине также абсолютно нет Никакого повышенного дымления двигателя Также абсолютно не наблюдается Под капотом здесь все отлично Автомобиль в целом в хорошем состоянии Два элемента окрашены В техническом плане все работает исправно В целом смело можно рассмотреть к покупке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok